Рекомендую заглянуть на канал Мозговой Штурм, где играют в популярные компьютерные игры. Впрочем, ребята не просто играют, но и обсуждают в процессе последние новости, обсасывают просто интересные социально-политические темки. Живо с юмором. Ссылка на них будет в описании, подпишитесь, не пожалеете. Стримы случаются ежедневно, дважды в неделю на канале публикуются нарезки наиболее ярких моментов. Я, кстати, и сам собираюсь как-нибудь с ними поиграть, о чем сообщу заранее. А знаете ли вы, что у нас в России тоже есть своя Джейн Псаки, я серьезно. Зовут эту замечательную женщину Юлия Цыпляева, а трудится она директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Вот, например, одна из ее крылатых экспертных оценок. Мне очень жаль, людей, которые покупают сейчас доллар по 35 рубля, они просто потеряют деньги. Сказано 4 года назад, в январе 2014-го, профи на ринге, что еще можно сказать. Поэтому у нас и экономика, наверное, такая крепкая. Сейчас ситуация совершенно другая. В стране рекордно низкий уровень безработицы. То есть на свободные ресурсы по-хорошему рассчитывать не приходится. На свободные трудовые ресурсы. Ну что, начинаем. А общероссийский народный фронт и фонд «Общественное мнение» порадовали очередным соцопросом. На этот раз опрос проводился среди школьников и выяснилось, что 72% детей считают себя патриотами. Почти все гордятся своей страной. При этом слова гимна знает только каждый. Второе на защиту Родины готовы встать чуть больше трети молодых людей. Но даже такие результаты заставляют задуматься, согласитесь. Впрочем, журналисты – это, конечно, не общероссийский народный фронт. Но и они иногда свои опросы среди молодежи проводят. Вот один из таких посвящен как раз главной патриотической теме Великой Отечественной войне. Внимание на экран. Великой Отечественной войны Сейчас. Я забыла. Недвес. Сейчас скажу. А, прям. Как-то очень нежданно сейчас. Не помню, честно. Сейчас даже не подскажу. Не скажу. Я не знаю. Может, Рокрасовский. Я понятен. Я думаю, тут обоюдно. То есть весь народ, если бы мы в целом не были друг за друга, я думаю, бы ничего не получилось. Так, все. Я бы закрыта. Ну, хотя бы предположите. Тимур, помогай. Иди сюда. Я девочка, я блондинка. Георгий Константинович Жуков. Германия. А против кого Германия воевала? Против нашего народа. Италия потом завошла к нам в Антанту. Ну, наверное, хватит Англия. Так, как я знаю эту историю, у нас были союзники такие, как Германия, Америка, но они как бы переходили. То есть, ну, они старались заработать на этом деньги и... Оказывается, Германия-то нашим союзником была в той войне, но союзниками они оказались так себе, деньги на нас зарабатывали. Остальное тоже слышали. Хотя, чему удивляться? Вернемся опять к опросу ОНФ. Там, помимо прочего, спрашивали еще и откуда ребята черпают информацию о политической и экономической жизни страны. С телевизора ответили 60%. Спасибо Дмитрию Киселеву, спасибо Евгению Попову и многим-многим моим коллегам за то, что таких умниц из ребятишек наших делают. Ну, вместе с нашим министерством образования, конечно. А это реальная журналистика. Вперед, поцариоты! Поехали! В Тюмень вас приглашаю. Вот как начался этот год с пожара. Ёлка, помните, загорелась в Южно-Сахалинске? Ага, и на Камчатке в этот день Дед Мороз со Снегурочкой вспыхнули. То есть, как вот с востока пошло в Новый год. Так, к Рождеству нехорошая тенденция до Сибири, медленным вальсом и до Шкандебала. Правда, на этот раз уже не праздничная атрибутика. Вспыхнуло жилой дом. Загорелось здание на раз-два. Никто даже понять толком ничего не успел. А уже через несколько минут пожару был присвоен самый высокий уровень сложности. Более ста пожарных расчетов тушили тот дом. Есть погибшие 43 семьи остались без крыши над головой совсем. Идет наружный стенер, пространения внутрь нету. До шестого этажа дошли, все чисто. Все, я понял, что до шестого дошли, все контролируйте внутри подъезда. Как пройдет здесь огонь по этой стенерке? Локализуем, мы вас перебросим. Площадь пожара ориентировочно около тысячи квадратных метров. В основном это горит обшивка жилого дома и кровля. Критичный момент тушения пожара миновал. Силы работают. Готовимся к ликвидации. По информации Следственного комитета, в результате пожара один человек погиб. Еще один госпитализирован. Всех пострадавших поселили в пункте временного размещения. Виновного нашли. И тут же, это один из жильцов сгоревшего дома, обвинили в поджоге человека и отправили за решетку пока на два месяца. Примечательно другое. Здание и без того мужика находилось в группе риска. Год назад в доме завершился капитальный ремонт. Так вот, ремонтники что-то там напортачили с утеплителем. Купили какое-то дешевое барахло, не отвечающее требованиям пожарной безопасности. А до кучи облицовочку еще из такого же дешевого пластикового сайдинга замостырили. В общем, этот дом и так бы полыхнул когда-нибудь. Вот этот сайдинг, который горел, вот из-за него буквально и не могли долгое время потушить пожар. Но стоит отметить, что тюменцы откликнулись и остались неравнодушными к трагедии. И организовывают сбор помощи вещей для пострадавших. Неравнодушные тюменцы отреагировали на ситуацию, так же как и администрация города и все службы, которые обязаны это сделать. Уже сегодня организован и сбор вещей и так далее. А вообще весело живется в нашей стране кто-то погрел свой карман на том капремонте. Кто-то поставил затем подпись под документами не глядя, мол, все проверили, все соответствует требованиям безопасности. А теперь выясняется, что виновен какой-то дядька, ну еще, думаю, из управляющей компании уволят директора. А через пару месяцев об этой истории просто все забудут. Компания ремонтной дальше будет ремонтировать тюменские здания. Тот, кто ставил подпись на АБУМ и дальше будет штамповать такие бумажки. Тот случай, когда, можно сказать, при съемках данного видеосюжета ни один чиновник не пострадал. В Рязань перемещаемся, отголоски праздника продолжаются. Вот это видео появилось в сети на прошлой неделе. Снято оно обычным посетителем Рязанского областного кардиоцентра, клиники, куда сердечники обращаются. То есть с заболеваниями таких людей лучше быть повнимательнее. Так вот, человек этот, автор видео, не застал на рабочих местах ни одного врача. Оказалось, что медики какое-то оперативное совещание проводят. Ну а дальше сами смотрите. Нет, я все понимаю. Врачи тоже люди. Они, как и все мы, хотят праздника. И что-то мне подсказывает, что в отличие от сотрудников какого-нибудь Газпрома или Роснано, для них не устраивают шумных корпоративов в дорогих ресторанах и клубах. Но мне думается, что застолье мыжного можно было в другое время провести, а не тогда, когда у вас полным-полно посетителей. Продолжаем. А в Госдуму, между тем, внесен законопроект об увольнении работника, если он появился на работе. И, внимание, в нерабочее время, в нетрезвом состоянии или даже с запахом, у меня двоякое к этому отношение. С одной стороны, действительно, захотел расслабиться, езжай домой или иди в ресторан, а с другой, кому какое собачье дело. Рабочий день закончился. А если человек и сидел в ресторане, забыл что-то, вернулся, ну или просто решил коллегам стол накрыть по случаю, скажем, дня рождения, у нас ведь не платят людям столько, чтобы они могли себе позволить и весь свой отдел куда-нибудь пригласить. Кстати, в Госдуме, скажу я вам, в каждом втором кабинете под вечер расслабляются и ничего. Но даже не в этом дело. А как же права гражданина? Знаете, какой там интересный момент присутствует? А у работодателя появляются дополнительные полномочия давления на сотрудника. Он получит право требовать от человека прохождение медосвидетельствования, не согласится, автоматом признается выпившим и по статье. Слушайте, у нас и так уже начальники самодуры, коих немало, к подчиненным как к рабам относятся. Че хотят, то и творят, и никакой трудовой кодекс работника никогда не защитит. Думаю, у каждого есть знакомый, которого по беспределу уволили и ничего не заплатили. У каждого есть знакомый, на которого орет шеф. Лап от секретаршу для боссов вообще нормой стала. В туалет уже по часам ходят в некоторых организациях люди, самим не противно. А может еще какой-нибудь закон придумать, а? Чтобы начальник в морду мог человеку давать. Как вам? Ладно, все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, гимнастики для ума больше. Заходите, любопытствуйте на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok